Супружескую пару из Крыма могут лишить российского гражданства. Местные власти выяснили, что в 2014 году Сергей и Людмила Можгины ездили в Сочи посмотреть на Олимпиаду. Тогда Крым был еще территорией Украины и они должны были встать на временный учет. Но что Можгины и сделали. Из-за этого семейная пара, уехавшая из Крыма в 2014 году, лишается права называться крымчанами и претендовать на какие-то связанные с этим права. Где-то в ноябре, как я сказал, уже 2015 года нам позвонили суда и сказали, чтобы мы приехали в суд, получили определение суда о том, что нас лишают гражданства. Итак, во время Олимпиады в Сочи действительно были очень жесткие требования по регистрации приезжих. Все вставали на временный учет, но из-за бюрократической ошибки оформили его как временное проживание. А это значит, хоть семья физически и вернулась на полуостров, но официально продолжала находиться на территории еще России. Более того, даже после воссоединения Крыма с Москвой, Россией, паспорта российские по упрощенной процедуре Можгины не получили. Им пришлось доказывать в суде, что они постоянно проживают в Крыму, в Феодосии. Мы мечтали об этом. Мы даже не украинцы. У нас даже в этих самых метриках наших нигде не написано. У меня папа был военный. Я родился в Таджикистане. Служил в ЛНУД. Срочно службу проходил. Длительное время мы проживали в Донецке. Она родилась в Белоруссии. Но вообще все происходящее Сергей и Людмила считают попыткой конкурентов выдавить их из транспортного бизнеса. Еще до истории с гражданством в отношении супруги завели дело о мошенничестве. И теперь ей грозит уголовное преследование. Уже когда мы осмыслили, мы поняли, что это идет конкуренция по бизнесу. Потому как Людмила Ивановна являлась перевозчиком по городу Феодосии. И естественно составляла конкуренцию. Свой дом в Феодосии Можгины купили в 2002 году. Сначала Сергей и Людмила приезжали сюда только на лето. Но опять лет назад после выхода на пенсию полностью перебрались в загородную резиденцию. Феодосийский городской суд уже вынес постановление о лишении их гражданства. Решение обжаловано и судебное разбирательство продолжается. К слову, лишить семью гражданства намерен тот же судья, что в 2014 признал их российскими гражданами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok